Глава сельсовета в очередной раз вывешивает объявление с призывом к сознательности. До 1 августа каждый житель Андреева должен сдать в кассу по 400 рублей. Поселению срочно нужна новая пожарная машина. И купить ее сельчанам предложили за свой счет. Мы теперь живем по принципу, сама садик я садила, сама буду поливать. Это обязанность государства обеспечивать. Но дело в том, что нам эти машины не дают списанное. Списанный когда-то с госслужбы раритет прослужил в Андреева верой и правдой не одно десятилетие. Но теперь назвать его верным помощником в борьбе с огнем язык не поворачивается. Как на пожар поедем, чуть не последний приезжаем. Сильный хвалы я не скажу. Александр и Дмитрий знают все слабые места своей красной ласточки. Узел закачки вышел из строя. Бак давно превратился в решетом. Так что на пожар можно приехать и без воды. Варят и варят. Бесполезно, да. Оно рядом лопается. Потому что все уже сжаво, худое. Новую машину жители просили давно. В основном чиновники желание иметь надежный пожарный автомобиль поддерживают. Но говорят, в каждом селе пожарные депо содержать невыгодно. Понимаете, если человек хочет, чтобы было именно так, как хочет он, то он должен вкладываться в реализацию этой идеи. И это не абсурд, а программа самообложения в действии. Когда официальных налогов не хватает, власти имеют право обложить сельчан добровольными. Ведь проблем у деревни много, а денег мало. Главное, чтобы большинство жителей согласились кинуться на те или иные нужды. Это самая древняя форма сбора денег. Граждане собирались на площади и решали, нужна армия. Надо, допустим, 100 тысяч талантов, да, как бы 100 тысяч денежных единиц. Вот нас тысяча человек. Ну, понятно, с каждого по тысяче. В Андреево законом, докатившимся с древних времен, активно пользуются. Дороги и уличное освещение тоже появились здесь за счет жителей. Это не надо не главе, это не надо депутатам. Это прежде всего надо гражданам, которые проживают на этой территории. Скидываться или нет на пожарный автомобиль решали, как водится на референдуме. Лучшей агитацией стали сводки с полей. Когда в регионах бушуют природные пожары, разве можно голосовать против? Вот вчера женщина, я не буду платить, а у них как раз уже три пожара было. Голосовал против или вообще не ходил на референдум, внести свою лепту все равно придется. За покупку пожарной машины больше 80% голосов. В Андреево 1257 жителей. Если даже каждый заплатит по квитанции, в общем котле окажется чуть более полумиллиона рублей. Выяснилось, на пожарный автомобиль все равно не хватит. В правительстве края решили, волнение сельчан пора гасить. Предложили машину покупать в складчину. На каждый собранный самоблаженцев рубль пообещали добавить пять бюджетных. Этих денег должно хватить на новый газ с баком на три куба воды. Только вот сельчане переживают. В бюджете поселения дыр не меньше, чем в старой пожарной машине. Остается только надеяться, что власти не возьмут в привычку латать их за счет населения. Деревенские кошельки ведь не бездонная бочка.